ТЕРИТОРИЯ МАШИН В организации предлагают запретить малоопытным мотоциклистам управлять тяжелыми мотоциклами. Дело в том, что в процессе обучения на права категории А напрочь отсутствует городская езда. Покрутили крендельки на площадке и в добрый путь. Едва оперившийся байкер бежит и покупает себе спортивный мотоцикл или огромный чоппер. Не чувствуя возможностей и габаритов, мотоциклист с маленьким стажем может легко попасть в ДТП. Поэтому нужно просто взять и запретить. Мотоциклисты резонно возразили, что вместо очередного запрета было бы неплохо поступить совсем по-другому. Почему просто не взять и не везти в школах занятия по городской езде? Не надо прямо сразу сажать слушателя на двухколесный мотоцикл. Посадите его на трайк. У многих же в детстве был велосипед с четырьмя колесами. Он ведь именно для этого, для получения начальных навыков. Похоже, в нашей мотосреде назревает противостояние. Теперь еще и с автошколами, которым проще предложить, запретить, чем принять нужные меры. А пока... Ехай! Ехай! Продажи люксовых автомобилей в России упали. Например, в октябре буржуины купили всего 78 автомобилей, чья стоимость сопоставима с хорошей квартирой. А это, между прочим, падение на 31% по сравнению с прошлым годом. Самым популярным автомобилем остается Мерседес Майбах, самый дорогой из которых в базе стоит больше 9 миллионов рублей. На втором месте Бентли, ценник на который только начинается с вышеозвученной суммы. На третьих позициях в борьбе за миллионы остались Феррари и Ламборгини. Сколько печалей в этой новости, правда? Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова